Екатерина Анатольевна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мое выступление касается неких изобретений, которые я делал около 2 года назад, и в этот момент достаточно сильно влиял на мою жизнь. Решение изобретений связано с массовым жильем. В области массового жилья Россия принимает достаточно определенные позиции. Когда иностранный архитект приезжает сюда, он видит везде эти новые районы, и он спрашивает, «Интересно, у нас это тоже есть, мы их реконструируем». «Вы тоже, наверное?» «Нет, мы скажем, мы их строим». Значит, тот вид жилья, которые на Западе отказались давно, здесь еще строится. Меня уже давно это беспокоит, потому что я уже 15 лет работаю в России в области архитектуры, и, конечно, я считаю, что надо менять эту ситуацию. Я для этого делал какие-то усилия. Я издавал журнал, я организовал первое биеннало архитектуры здесь в Москве про жилье. Там привел зарубежные премьеры, делал доклад здесь, в этом зале перед общественным советом при президенте России, и сказал, как надо менять российское общество, чтобы тоже было такое жилье. Но даже в момент, когда я читал этот лекс, я понял, что это не получится. Ты не можешь изменить целиком общество и ожидать, что это происходит, и что-то изменится. Надо более глупо изучать этот вопрос. И это я сделал. Я пытался понимать, почему такой модел, который есть на Западе, строительство массового жилья, которое делает качественное жилье, качественные города создают, почему он не работает здесь. И я понял, что есть два разные города здесь. Есть город модельный, есть город дизайнерский. Модельный город создался во время социализма. Это город, который можно очень быстро и джошево строить. Он существует из моделей, это называется секция. И повторяю, эта секция создает городское пространство и создает жилье сам по себе. Дизайнерский город, он совсем другой город. Он делается специфический, контекстовальный, разными архитектами, многообразный, и он очень приятный, он хороший город считается сейчас. Почему эти два вещи, почему они так плохо совпадают? Здесь очень важный момент появления капитализма, неолибрализма, можно сказать. И здесь, и на Западе. Ведь на Западе тоже строили модульные города в 70-х, 60-х, 70-х годах. Но когда начал развиваться, скажем, капитализм, там появилась проблема, появилась граница участок, появилась частная собственность на земле. Муниципалитеты уже не были готовы содержать все это открытое пространство вокруг домами, у них не было денег на это. и они начали работать с частными девелоперами. Поливили шутчатки, на которые нужно было бы делать проекты. И у каждого участка другой размер, поэтому на каждый проект должен быть индивидуальный. одновременно, тоже с развитием капитализма, общество не хотело больше одинаковых дома. Они хотели разного разности. Как ты можешь купить разные одежды, разные машины, хочешь тоже разные дома. И индивидуальное проектирование, архитектор как автор и контекстуальная архитектура. В России мы сейчас переходили, скажем, от коммунизма до капитализма. И мы видим тоже, что в городе появится эта граница. Эта граница между частной собственностью земля и общественным пространством. Но эта граница, насколько они проектируются индивидуальными домами, эта граница отмечается заборами. Чем больше и больше мы видим в микрорайонах, даже в существующих микрорайонах, появление заборов на границе участков. Сейчас идет процесс, скажем, распиливания все участки в городе на участки, которые принадлежат одного дома. И там будут тоже появиться эти границы. В принципе, мы видим, что город переходит от свободных пространств, которые стоят домами, переходит в город, который, в принципе, кварталный. Только эти кварталы здесь очень плохо выглядят, потому что они существуют из заборей. Кварталы на Западе они хорошо выглядят, потому что они проектированы, и они спроектированы специально для этого места. Но это очень дорого. Проектирование очень дорого. Не только дорого или даже недорого, потому что дорого по строительству. Потому что строительство на Западе не стоит дороже, чем строительство здесь. Но дорого, потому что очень долго, много времени нужно, чтобы готовить такой индивидуальный проект. В Голландии до 7 лет нужно, чтобы реализовать проект от начала до конца. И в той же Голландии, и в Западной Европе с этим сейчас большие проблемы. Потому что когда был сильный рост цены на жилье, это можно было бы все оплачивать. Сейчас большой кризис, и никто не знает, как дальше. Потому что уже цены падают, и как финансировать этот процесс непонятно. Тогда мы тоже понимаем, почему мы не можем это делать в России. Потому что здесь нет времени, 7 лет, чтобы делать такой процесс. Нет денег, чтобы это реализовать. И получается, что у нас здесь очень плохой город. Потому что мы имеем город, где комбинируется самое худшее от коммунизма – однообразие. Самое худшее от капитализма – эти заборы. Это корж кошмаров. Эту проблему надо решить. Просто импортировать эту идею из Запада не получается. Это не работает, это слишком сложно. Здесь стоит вопрос, как мы можем делать что-то контекстовальное, индивидуальное, и от времени его производить в массовой порядке. Как мы можем это делать? Но это же вопрос, который в любой области производства очень обычный. Одежда. Одежда – это массовое производство, но каждый человек носит другую одежду. Обувь. Но это не только относится к этому. Это относится тоже к видео, например. DVD. Один формат DVD нам позволит всем посмотреть все фильмы. Если бы были разные форматы, очень было бы трудно этот маленький тиражный вещь распространить. Значит, это надо ввести стандарт. Потому что стандарт, как ни странно, он не дает унификации. Он, наоборот, он дает инновации, он дает разнообразие. Но разница в том, что мы не ходим в сапожник, который для нас делает обувь, индивидуальная, контекстовальная и так далее. Мы ходим в магазин, и при нашем размере много, мы видим бесконечное количество обувь, разные качества, разные цветы и так далее, гораздо больше разнообразия, чем любой сапожник может для нас придумывать. Почему-то этот способ в архитектуре еще не существует. Существует, конечно, массовое производство изделия, из которых делается здание, но не существует такой вещь стандарта для проектов. Поэтому идея включается в том, что мы введем стандарт для размера участка, который дает возможность проект, который сделан для одного участка, повторит на другом участке. Это получается, мы получаем типовые проекты, но типовые проекты, которые не делаются для одного места, как делается это в 60-х годах. Вот один тип, и повторяем его что раз на этом же месте. Нет, у нас есть проект одного, который можно строить в Москве, один в Петербург, один в Хабаровск, в Томск и так далее. Конечно, архитекты будут сказать, ну это же неинтересно, он же уже построен еще раз, это неинтересно. Но жители же это не видят, это неинтересно. Он же видит, что сам город, насколько много таких проектов, перемешка, он видит, что город разнообразнее. Таким образом, мы с экономом на этот очень дорогой и сложный процесс проектированы 7 лет и очень большое количество денег. И одновременно создаем город, в котором разнообразие, и город, в котором проект точно поместится на своем участке. Спасибо большое.